Как научиться копить и откладывать деньги? Делюсь личным опытом. Смотрим. Всем привет, на связи Глеб Задоя, инвестирую уже более 18 лет, в трейдинге более 15 лет, обучил более 20 тысяч инвесторов и трейдеров по всему миру и создал личный капитал более миллиона долларов на трейдинге и инвестициях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, здесь все про грамотные инвестиции и трейдинг. Итак, сегодня я поделюсь с вами своим опытом, как накопить деньги. И на самом деле в чем огромная проблема у людей, у которых не получается копить деньги? Вся проблема заключается в том, что они сначала все тратят, то, что заработали, то есть получили какой-то доход, сначала все тратят, там оплачивают кредиты, коммуналку, покупают продукты, заправляют машину и так далее и тому подобное. И только потом пытаются от того, что у них, собственно, вот осталось, это они пытаются как-то сохранить. Но так не работает в большинстве случаев, потому что всегда наши расходы, они стремятся опередить наши доходы и, как следствие, сколько человеку не дай денег, он любые деньги потратит. Если пытаться копить после расходов, к сожалению, после расходов копить уже будет нечего. У евреев есть такое замечательное правило, 10% от любого прихода заплати себе. И я очень настоятельно рекомендую этим правилом пользоваться, если вы хотите накопить деньги на инвестиции, на путешествия, на какие-то крупные покупки и так далее и тому подобное. А справедливости ради надо сказать, что 10% скорее всего будет недостаточно, если вы хотите копить одновременно и на инвестиции, и на путешествия, и на крупные покупки, и на что-то еще, то, скорее всего, придется откладывать больше. Очень важно завести вот эту привычку, в принципе, получив любые деньги, причем, неважно, какие это деньги, это ваш основной доход, ваша зарплата или доход от бизнеса, или это просто, я не знаю, нашли деньги даже на улице или получили там деньги за какую-то подработку, от любого прихода, вот абсолютно от любого прихода, надо научиться ввести в себе такую привычку сразу откладывать деньги. И в таком случае проблемы с тем, чтобы накопить какую-то сумму денежных средств, ее уже практически не будет, потому что деньги будут сразу попадать там на какой-нибудь резервный счет, резервный конвертик и так далее. Вот это то, что я реально рекомендую делать, и это то, что мне в свое время очень сильно помогло копить первые какие-то деньги на то, чтобы, собственно, вот, ну, там, опять же, путешествовать, там, сделать какие-то первые инвестиции и так далее. Поделитесь своими идеями о том, как научиться копить. Пишите в комментариях, будет очень интересно. Следующий очень важный момент, это то, что прежде чем вообще, в принципе, начать копить и учиться копить деньги, откладывать деньги, нужно определиться с тем, а на что мы вообще, в принципе, копим, какая цель этих накоплений. Что я делал у себя в интернет-банке, да, и, в принципе, у любого из нас с вами сейчас есть банковские предложения, и в подавляющем большинстве банковских предложений, ну, по крайней мере, в нормальных предложениях нормальных банков, однозначно есть возможность открыть дополнительные счета на какие-то цели. У меня, допустим, есть счет на инвестиции отдельно открытый, есть отдельный счет открытый для путешествий, я отдельно туда откладываю деньги, и есть отдельный счет на какие-то крупные покупки, которые я, соответственно, планирую. То есть, опять же, пришли деньги какие-то ко мне на счет, я сразу взял и какой-то процентик положил на путешествия, какой-то процентик положил на инвестиции, какой-то процентик положил, соответственно, на крупные покупки. Когда есть четкое понимание, на что мы копим, для чего нам нужны вот эти вот деньги, становится сильно проще. То есть, ну, условно говоря, откладывать деньги, ну, просто на какие-то абстрактные вещи, это не так интересно, не так захватывающе и не так мотивирует вот к этим как раз накоплениям, как, например, накопление на путешествия. То есть, если от каждого прихода денежных средств себе поставить такую цель, что откладывать там 5, может быть, 10 процентов на путешествия, ты понимаешь, что ты откладываешь на будущее какую-то увлекательную поездку, на посещение какой-то новой страны, получение какого-то нового опыта и так далее. Так что, друзья, возможно, то, что у вас не получается научиться копить деньги, проблема на самом деле заключается не в самой вот этой истории, что у вас не получается, а в отсутствии мотивации. Поэтому ставьте цели и тогда копить станет сильно-сильно проще. Друзья, если вы хотите узнать, как работает фондовый рынок, как правильно выбирать акции и не слить на инвестициях, а заработать и создать капитал, переходите по ссылке в описании или в комментариях и забирайте мой бесплатный авторский курс «Инвестиции от А до Я». Третье – это инвестируйте. Все инвестиции очень здорово помогают нам с вами научиться копить денежные средства, потому что, опять же, если вы вводите себе вот эту же привычку откладывать деньги на инвестиции, постоянно инвестируете денежные средства, то вы не просто складываете их куда-то в кубышечку, где они просто лежат и их съедает нещадная инфляция, а вы инвестируете деньги в акции, в облигации, в какие-то инструменты, которые приносят пассивный доход, и в инвестициях деньги имеют такое свойство размножаться, увеличиваться в количестве, в размерах, называйте, как хотите. И получается, что ты кладешь условно миллион рублей в акции, планируя то, что эти деньги когда-то пойдут на какую-то крупную покупку, например, на покупку квартиры, допустим, или автомобиля, или еще чего-то. И если грамотно подобран портфель, если, соответственно, рынок растет, если, собственно, наши акции действительно находятся в нужном нам тренде, то этот миллион рублей, инвестированный в акции, может превратиться в 2-3 миллиона рублей на неком горизонте времени. И, соответственно, получается, что мы-то накопили там условно всего лишь миллион, а все остальное нам принесли инвестиции. Поэтому вот у меня на самом деле очень часто работает именно такая история, что коплю деньги на инвестиции, беру деньги, коплю, дальше накопленные деньги инвестирую в акции, в облигации, в какие-то фонды, там они размножаются, и потом в какой-то момент, когда у меня наступает потребность сделать какую-то крупную покупку, например, я хочу купить там квартиру, обновить машину, я не знаю, там сделать ремонт где-нибудь условно и так далее, то я просто заглядываю на свой брокерский счет, вижу, что у меня там плюс энное количество там сотен или там тысяч рублей, или может быть даже миллионов рублей, я такой понимаю, что окей, это прибыль, которую я могу оттуда снять, и, соответственно, могу оплатить те расходы, которые у меня вот запланированы. Так что, друзья мои, инвестиции очень здорово помогают научиться копить и инвестировать обязательно деньги. Еще один лайфхак из личного опыта, из личной практики, как научиться копить деньги, как скопить какую-то сумму. Проблема с накоплениями, она часто кроется в отсутствии дисциплины, то есть нам не хватает дисциплины, и мы, соответственно, поэтому не копим деньги. Как решается этот вопрос? Дисциплина должна быть не внутренняя, дисциплина должна быть внешняя. Что мы делаем? То есть, если мы, допустим, копим на квартиру или на какую-то другую крупную покупку, и для себя такие думаем, вот я сейчас, значит, буду каждый месяц откладывать там 10, 20, 30, 50, там 100 тысяч рублей, неважно, как правило, вот этот план, он проваливается в первый или там максимум во второй месяц. Почему? Потому что не хватает дисциплины, потому что копить очень долго, потому что это очень муторная история и так далее. И вот в этом случае, особенно что касается недвижимости, не зря я про нее здесь упоминаю, я рекомендую брать кредиты, как бы это ни было парадоксально. То есть кредиты, в данном случае ипотечные кредиты, они очень здорово помогают копить деньги. Но копить как бы немножко наоборот, да, в каком смысле? В том смысле, что когда ты копишь как бы сам для себя, самостоятельно себя пытаясь дисциплинировать, у тебя ничего не получается. А вот когда ты понимаешь, что каждый месяц, 10 числа ты должен внести деньги по ипотечному там договору на счет, собственно, оплаты ипотеки, тут уже никуда не денешься, потому что если 10 числа ты эти деньги не внесешь, уже 11 числа тебе придет веселая смс-ка от банка с напоминанием, что уважаемый Глеб Евгеньевич или уважаемый Иван Иванович, вам срочно нужно внести платеж, пока не наступила просрочка. И, соответственно, вот здесь вопрос дисциплины, он отпадает сам собой. То есть задать себе вопрос, на самом деле же он очень простой. Почему у меня не получается копить? Что не хватает? Во-первых, я на что коплю, да, опять же, мы возвращаемся к целям. Есть цель на что копить или нет цели на что копить? Мотивация есть к этому накоплению или нет? То есть, может быть, вы копите на какую-то вещь, которая у вас придуманная, навязанная обществом, и на самом деле вы сами ее не хотите, поэтому у вас не получается копить. Это недостаток мотивации, отсутствие цели и так далее. Дальше, соответственно, это вот история про 10%. То есть, возможно, сама механика не работает. То есть, вы пытаетесь, типа, я накоплю, когда все потрачу. Не работает так. Значит, меняем местами, да, ставим сначала на первое место накопление, потом траты. Если вроде и мотивация есть, вроде и цель поставлена, и 10% вроде как бы вот они, но что-то вот не клеится, ну окей, ну, как говорится, морковка должна быть иногда не только спереди, морковка иногда еще должна быть сзади. Пускай этой морковкой сзади у вас станет банк, который будет вам присылать смс-ки с напоминанием о том, что нужно внести платеж по кредиту, по ипотеке и так далее. Единственное, конечно, не надо брать кредиты под какие-то бешеные ставки, не надо брать кредиты на потребление. Это мы говорим сейчас про кредиты на именно недвижимость. Только здесь эта история работает. То есть, когда ты вносишь ипотечный платеж, какой-то процент у тебя уходит на погашение процентов от этой суммы, а какой-то процент идет в погашение основы тела долга, да, и, соответственно, в процессе, там за долгие-долгие-долгие годы, 30-летие, 20-летие, насколько уж вы там берете этот самый кредит, кредит потихонечку выплачивается, а денежки в квартире, они, так сказать, копятся. Друзья мои, поэтому вот эта история, она тоже абсолютно точно рабочая. Вот такие у меня для вас методы накопления денег. Какие у вас, как вы копите деньги, обязательно поделитесь и напишите об этом в комментариях. А я напоминаю, что под видео есть полезные ссылки, и в первом закрепленном комментарии они там тоже есть, так что поставьте лайк, перейдите по ссылке, подпишитесь на канал. А у меня на этом все. Всем спасибо за внимание и пока.